Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Эка Эмили. И это очередной мукбанг. Я вам оставляла в сообществе, что завтра у нас с вами будет салатик со шпротами. Рецепт мы с мамой сняли вчера. Оставлю вам обязательно ссылочку. Уже рецепт на канале. Я успела его сразу смонтировать и кинуть. Так что я прям золушка стараюсь. Действительно очень вкусный салат для любителей шпротов. На мой взгляд, идеальное сочетание продуктов. Здесь у нас 5 небольших маленьких пицц. Я пыталась сделать как в школьной столовой. Но, если честно, не особо получилось. В школьной столовой продавались у нас лично вот такие вот наподобие пиццы. И мне они настолько нравились в детстве. Я их просто обошла. Специально купила докторскую колбаску. Хорошую, за 10 монат. Вот. И вот такая вот пицца у меня получилась. Это даже вкуснее. Сегодня я решила поэкспериментировать. Сделала себе вот такой вот смокий айс. Как вам? Обычно я, когда себе делаю смоки, на какое-то мероприятие или куда-то выхожу. Обычно я сделала, потом стерла и с красными глазами пошла. То есть получается всегда не очень. Вчера вечером убежал Твиксик. Мы с мамой измучились его искать. А оказывается, он знаете у кого был? Помните, он ему в банке рассказывала, что когда я только-только купила машину, поехала помыть ее, вернулась обратно. И когда назад давала, врезалась чуть-чуть совсем в машину. За рулем был молодой парень. Где-то, наверное, нашего возраста плюс-минус, может, чуток постарше. В общем, я ему предложила оплатить в ремонт его машину, хотя там небольшая прям вот царапина, вот чуть-чуть совсем. Еле заметно, даже, можно сказать, незаметно. И он сказал, что ничего не надо, просто держитесь подальше от меня. Я, естественно, пыталась припарковать машину около своего подъезда. Потом я уже начала замечать, что он перестал останавливать машину там, где я. А вот, кто живет у меня во дворе, я знаю, много у меня подписчиков около Ау-Маркета, он начал остановить машину. Я подумала, может быть, в том здании живет, а оказывается, он со мной в одном подъезде живет. Вообще не в курсах. В общем, твиксик потерялся, я его ищу еще, оказывается, твиксик у него в квартире. Он его поймал. Сын-то у меня звезда. Что вы думаете, звезда, конечно. Его, оказывается, все знают. Хотя он без поводка был. То есть сложно было понять, что он домашний или уличный. Потому что наши твиксик, это, не породистые. Я вам расскажу проблему. Проблема заключается в том, что твикс очень хочет выйти. Ты его пускаешь, например, в подъезд, он забегает обратно, боится лифта. Потом опять начинает мяукать около двери. Я не понимаю, что он потерял. Он же кастрирован. Ну зачем ему в подъезд? Мы просто всегда воду покупаем, покупную. Вот, видимо, когда они заносили воду, он выбежал. Я его начала искать, измучилась. Мы с мамой по всему этому ищем его. А оказывается, этот парень вместе с твиксиком пришел стучать к нам в дверь. Он знал, где мы живем. И мы ему не открыли, потому что мы занимались поисками твикса. Он немножко подержал у себя. Я просто понятия не имею, как он его поймал, потому что твикс никому не идет. Особенно к мужчинам вообще. То есть к девочкам он еще может на ручках посидеть. Вот что касается мужского пола, у него ужасный прям страх. На удивление, он в него так вцепился. К нам обратно уже не хотел. Короче, самое главное, обошлось. Слава богу, я очень рада. Вот огромное спасибо моему соседу, уже который раз я его беспокоила. Какая пицца вообще. Кстати, ребят, насколько я вижу, из моего издания тоже очень много моих подписчиков. Возможно, кто-то, у кого есть 11-й айфон. У меня просто чехлы остались, мне их жалко выбросить. Напишите, пожалуйста, мне в инстаграм. Вот интересный вопрос. Айка, я хочу купить телефон, но при этом и ноутбук. Как ты думаешь, какое устройство лучше купить? Все зависит от того, что для вас является активом. Если вам на работе нужен компьютер, возьмите компьютер. Если вы собираетесь заниматься блогингом, как-то разбиваться в этой сфере, я считаю, что... Вообще, если честно, сейчас многие со мной не согласятся, но я считаю, что если ты не блогер, если ты не делаешь контент и не пользуешься телефоном, например, как активом, например... то смысл покупать новый айфон, последний. Я особо не вижу. То есть я имею в виду, то есть у вас не такие прям, знаете, большие финансы. Когда я работала в Канта Хоми, я замечала, сколько людей покупают в кредит айфон просто так, чтобы обладать им и оформляют кредит, например, на 2 года. За 2 года телефон уже приходит в негодность. Но максимум за 3 уже человек хочет что-то поменять. Зачем тебе такой телефон? Ну, я понимаю, кто-то хочет. Окей. Просто я за то, чтобы... В каких-то вещах уметь себе говорить нет. Видела одного блогера. Возможно, вы тоже видели. Я напросила своих подписчиков, что у нее мечта, сумка, дизель. И помогите, пожалуйста, подписчики собрать мне на сумку дизель, потому что это моя мечта. Во-первых, если это твоя мечта, сумка дизель это не что-то такое. Это не Биркин, так скажем, да? То есть, в принципе, за 1-2 зарплаты спокойно можно купить эту сумку и не просить никого об этом, и не обуславливать это какой-то мечтой. Давайте говорить откровенно. Возьмем, например, моих подписчиков, например, вас. Там 95% из вас можете себе позволить сумку дизель. Но по какой-то причине вы ее не покупаете. Либо вы считаете, что она не стоит своих денег, либо вы стремитесь вложить свои деньги более выгодно. То есть, для меня слово мечта это что-то глобальное. Например, у меня есть такая мечта, я хочу прожить 100 лет. Я всегда говорю об этом маме. Самая главная мечта в моей жизни, я очень хочу прожить 100 лет. Мама говорит, что это очень глупо. Кому ты нужен в 100 лет? Я говорю, да хоть никому. Мне бы смартфон, пенсию хорошую, о которой я сейчас забочусь. Постоянно хожу в пенсионный, смотрю, сколько у меня там. Я, кстати, плачу достойные налоги и жду достойную пенсию. Вы меня слышали, пенсионный? А то в 65 я сяду здесь и расскажу всем. Но если серьезно, в моих мечтах после 40 я вообще не работаю, ничего не делаю, просто радуюсь жизни. Но посмотрим. Вот реально, я очень хочу долго жить и вообще у нас в роду долгожители, так скажем. У меня, например, тетя, ей 70, но она выглядит на 50. Это со стороны папы. Бабушка сама тоже больше 90 лет прожила. Так что я надеюсь на это. Еще одна мечта, выспаться нормально. Желательно вообще все эти 100 лет спать. И вот, кстати, моя бабушка всегда об этом мечтала и ее мечта сбылась. Она всегда говорила, я вот мечтаю внезапную смерть. То есть долго, чтобы я не была в постели, не мучилась, не было особо никаких заболеваний. Понятное дело, что мы это не заказываем, но хотелось бы так. Что касается каких-то материальных благ, я человек максимально приземленный, то есть даже сейчас то, как я живу, то, что у меня есть, для меня, в принципе, достаточно. То есть, как бы, это мой пик. Есть машина, есть квартира, есть заработок. В принципе, нормально. В идеале, конечно, хотелось бы поменять эту квартиру на другую, двухкомнатную, сделать совершенно другой ремонт, другой дизайн, жить в центре города, чтобы под домом был паркинг, чтобы я сразу могла спуститься в паркинг. Вот. Но даже если этого всего не будет, я чувствую себя абсолютно счастливым человеком. И так все нормально. то есть, мои мечты начинаются, материальные мечты, не знаю, от 100 тысяч долларов и выше. Кто сможет исполнить мои мечты? Какой Аладдин способен на это? Никто. кстати, я вам в тот день влог не снимала. я же ищу кико-помаду блестящую, которой сейчас нигде нету. Короче, зашла в кико. Там, короче, парень с девушкой. Девушка такая красивая. Парень такой пухлый, невзрачный. Но он ей столько помад купил в кико. Столько помад. И тут я такая да-да-да-дам. Я такая смотрю на них. Знаете, как в кино. Я на заднем плане. И они такие счастливые. Он ей оплачивает, она выбирает. Я правда не пересчитала, сколько там было помад. А мне хотелось, честно. мне хотелось вмешаться и сказать, сколько здесь. Ну, боюсь, что в таком случае, не знаю, там девушка бы сказала, пошла ты нахер. Кто ты вообще такая? Ну, в общем, это было настолько мило. Когда она скупала помады, мне хотелось у нее спросить, это звучит не моя подписчица. Я тоже очень люблю помады. И, в общем, он ей купил все эти помады. Я в стороне стою, такая, плак, плак. Где найти такого, который будет в Кико покупать помаду? Все, в следующий раз, когда я поеду на первое свидание, первое, что я спрошу, готов ли ты покупать помаду в Кико? и на сколько штук ты способен прямо сейчас? Если ответ будет, ты знаешь, я считаю, что это пустая трата денег. Я скажу, все, я пошла. Как вам такой этот проверочек? Я никогда в жизни, честно, от своей половинки никогда не требовала чего-то. Я достаточно такой, знаете, скромный человек, но сейчас, как будто во мне что-то перевернулось, я поняла, что я делала все неправильно. То есть, не то, что надо там золотые горы какие-то просить, а какие-то минимальные вещи мужчину все-таки должен делать. Не подумайте, ни в коем случае, то есть, я не завидую этой девушке, которая купила эти помады. Наоборот, я честно рада за нее. И люди, которые меня близко знают, ни одну девушку я не воспринимаю в своей жизни как свою конкурентку. Никогда, не дай бог. наоборот, наоборот, для меня любая девушка это моя соратница, моя подруга. Списывай слишком. В общем, то есть, я замечаю одну особенность, то есть, у мужчин есть мужская солидарность, они прям друг друга поддерживают, а у нас у женщин мы как будто все конкурентки, боимся, что у нас кого-то там могут отбить. Никто, ни у кого, никого не отбивает. Хочет человек, он уходит от вас. И бог с ним, пусть будет счастлив. Если уходит, то значит, так ему хочется, так ему надо. Честно, салат тоже очень вкусный, я просто наелась пиццами, здесь было 5-6 штук. Но салат тоже очень вкусный, укроп тоже очень в тему. шпроты. На этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться, всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.